здравствуйте яна скворцовой так мы расслабляем сейчас ванную комнату хочу сказать что расслаблять ванную комнату очень очень сложно я уже говорила почему там аккумулируется совершенно разные предметы и их большое количество и сегодня мы посмотрим на в общем-то кондиционеры либо маски для волос которые нам по тем или иным причинам не подошли почему они могут нам не подойти но самая распространенная причина они утяжеляют волосы волосы кажутся жирными выглядят жирными соответственно на приходится мы часто такой кондиционер значит для нас слишком тяжелым для нас не подходит с маской для волос что примерно такая же ситуация да она утяжеляет волосы соответственно мы ее практически не используют она стоит у нас ванной бедные не знаем и что с ней сделать и так куда можно использовать маски куда можно использовать бальзамом я хочу сказать что маски и бальзам это прекрасное средство для чистки кожи все свои сумки если есть необходимость но она возникает крайне редко я использую крайне редко свои сумки в общем то но если такая необходимость возникает я Я чищу кондиционером для волос, который, допустим, мне не нужен, либо который мне нужен. Вы помните, что я скоро запишу ролик 1 вместо 10, так вот кондиционер тоже будет героем такого ролика. Итак, кондиционер для волос можно прекрасно использовать как чистящий крем для обуви. Безусловно, такой крем не закрасит нам какие-то повреждения. Нам придется взять, в общем-то, крем для обуви, если у нас есть царапины на черные обуви, либо на темно-коричневые. Но если нам нужно просто привести обувь в хорошее состояние, можно использовать вот такой кондиционер ненужный, либо маску для волос. Очень часто свои кожаные куртки я тоже протираю ненужным кондиционером для волос, либо тем, который мне нужен, который есть у меня в моменте. Он тоже прекрасно подходит. Но кондиционер для волос – это прекрасное средство, внимание, для унитаза. В связи с тем, что в кондиционерах для волос, а также в масках очень много силиконов, они прекрасно обволакивают, в общем-то, не только волосы. Они также прекрасно могут обволакивать унитаз, они также прекрасно, в общем-то, могут ложиться на поверхность раковины. Соответственно, когда нам не нужно дезинфицировать поверхности, а нужно просто добиться вот такого лоска красоты, чтобы ванная выглядела ухоженно, но прежде всего мы говорим о раковине, а также об унитазе, то буквально капелька кондиционера поможет вам просто великолепно. Попробуйте это средство. Возможно, специально кондиционер не нужно покупать для этих целей, но вот если у вас есть ненужный, увидите, как здорово работает. Более того, когда вы будете смывать воду, вы увидите, как образуется просто прекрасная пена от буквально капельки кондиционера, которую вы распределили по стенкам унитаза. Вот так вот все банально, и так все не очень-очень красиво звучит, но тем не менее у вас будет образовываться пена, как будто бы вы прикрепили специальный дозатор с какой-то жидкостью. И повторюсь, обратите внимание, это очень серьезно, что эта пена будет образовываться, продолжать образовываться даже после того, как вы несколько раз спустили воду. Соответственно, внимание на наши волосы. Представляете, как нам тяжело смыть эти силиконы, когда мы используем шампунь. Когда мы используем шампунь, он не всегда смывается, этот кондиционер, либо маска. И вот доказательство тому, это, в общем-то, использование обычное в унитазе. Вы увидите, что буквально 4 смывания водой продолжается образовываться пеном. Ну, в общем-то, собираем в кучу все наши ненужные кондиционеры, ненужные маски, используем их вот таким вот способом. Не нужно, безусловно, выкладывать большое количество в унитаз, буквально вот одной, ну не знаю, пол, мне кажется, пол чайной ложки будет достаточно, а я обычно использую даже меньше. Прекрасно подходит для того, чтобы обрабатывать детские ванные, да, если у вас несколько санузлов, то тоже прекрасно подойдет этот способ, когда не нужно дезинфицировать, а нужно вот просто придать красоты и блеска вашей ванной. Ну и, в общем-то, и, в общем-то, как-то вот так вот. Это была Яна Скворцова. Всем хорошего расхламления. Будут еще несколько роликов по поводу ванной и порядка в ванной. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok